Ну что, всем намасте! Сегодня у нас с вами вторая тренировка и сегодня у нас будет акцент на ноги. Назовем ее счастливые ноги. Ну, у кого счастливые будут, у кого так себе, это мы, конечно, посмотрим. Садимся со скрещенными ногами, традиционно уже, и сразу обхватываем колени. И делаем очень мягкие круги головой. Сначала в одну сторону, сделаем по три круга. Плечи опустите и расслабьте. И также в другую сторону. Живот подтянем, спина ровная. И не забываем дышать, в том числе и во время всей тренировки. Хорошо, останавливаемся здесь. С отдохом руки переводим на затылок. И раскрываем хорошо здесь локти в сторону. А с выдохом сходим локти подбородок к руки. Еще вдох. Вдох. И вдох. И выдох. С отдохом снова раскрываемся. И здесь уже своими сильными руками постарайтесь зафиксировать это положение. Хорошо. Руки вытягиваем вверх. Вдох. С выдохом руками уходим вперед на кончики пальцев. И почувствуйте, как вытягивается здесь позвоночник. Толкните копчик назад. А за кончиками пальцев тянитесь вперед. Удлините живот. Не округляйте здесь спину. И пошагайте руками в правую сторону. Как можно дальше от себя, чтобы вы почувствовали полностью весь свой левый бок. А теперь все тоже влево. Хорошо. Возвращаемся снова в центр. И отсюда выравниваем ноги перед собой. Руки ставим сзади, пальцы смотрят назад. И потянули носочки вперед и на себя. Под себя, с ровной спиной и на себя. Еще несколько раз. А ноги ровные. Старайтесь как будто бы коленями сжиматься в пол. Точнее под коленым пространством. Хорошо. Ставьте ноги в положение, когда носки натянуты на себя. Со вдохом руки поднимаем вверх. И с выдохом уходим в наш первый наклон. Согните здесь колени. Пройдите с ягодицами немного вперед. Носки на себя. И уложите животное в воду. А теперь приподнимите правую часть. Ребрами с вами постарайтесь зацепиться как можно выше, ближе к колену. И теперь все тоже с левой стороны. И прижмитесь полностью здесь бедра. Ноги согнуты. А спина работает здесь. Пятками надавите в пол. Есть. Отпускаем здесь захват. И теперь мы будем немножечко разрабатывать наши суставы. Соответственно, будем раскрывать левое колено влево. И уводить колено вперед, а голень назад. И вот таких вот несколько движений. Руки ставьте как вам удобно. Но старайтесь здесь слишком не приподниматься вверх на руках, чтобы уложить голень. Вот как укладывается. Вот это значит ваше. В сторону. И внутрь. По внешнюю сторону. И внутрь. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Старайтесь делать это беззвучно. И восемь. Хорошо. Остаемся здесь, когда у нас завернуто колено внутрь. И постарайтесь уйти в наклон. Так, чтобы ваши ягодицы не отрывались от пола. Насколько у вас получается это сделать. Буквально немного здесь задержимся. Четыре. Три. Два. Один. И возвращаемся. Теперь выравниваем левую ногу. Все тоже с правой. В сторону. И внутрь. Два. Три. Четыре. Два. Два. Пять. Шесть. Семь. И восемь. Завернуто колено у нас в внутреннюю сторону. И поставить все темно-клон. Лягодицы, напоминаем, столицы на пол. Носок левой на себя. Есть. Вырастаем снова вверх. Освобождаем свои ноги. И переходим в положение зигзага, которое мы давно часто делаем. Заворачиваем левую голень внутрь. Правая уходит назад. В данном случае. Сейчас также проверьте, где вам будет удобно держать руки. Мы будем сначала поднимать носок и голень. Вот как у вас получится. У всех своя амплитуда правой ноги. Вот таким вот образом. Носок все время на себя. И мы стараемся поднять без рук. Я пусть показываю, на что взять акцент. Стараемся поднять как можно выше голень и стопу. При этом колено у нас остается на полу. Нет смысла поднимать нам всю ногу. Вот как вам удобно. Руки ставьте также в удобное положение. Единственный момент, что вы не должны уйти сильно вперед. И, конечно, вот таким вот образом поднимать не будет абсолютно никакого смысла. То есть спина остается в нейтральном ровном положении. А работа происходит за счет того, что вы поднимаете свою натянутую на себя стопу и голень. Поехали. Насколько поднимается? Раз. Два. Может быть, одну руку назад увести. Три. Должны почувствовать вот здесь такое тоже движение. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Восемь. Девять. И десять. А теперь этой же ногой будем поднимать свое колено вверх. Раз. Как можно выше, но без каких-либо чрезмерных усилий. Вольно быть не должно. Два. Три. Стопа все время. Касается коврика. Четыре. Пять. Шесть. Спина ровная. Семь. Восемь. Девять. И десять. Хорошо. Теперь руки переводим снова перед собой. И этой же ногой мы будем стараться поднять ее полностью. Корпус немножечко смещается вправо. Вывести вверх. Снова согнуть. И опустить. Да. Вот здесь вы уже должны будете почувствовать, как хорошо незабедренные начинают работать. Колено в том числе. Сделаем всего таких пять раз. Корпус смещается в сторону, но мы не ложимся. Да. То есть вот так вот там разваливаться не стоит. Все равно держим здесь свою позицию. Примерно такую же, как она была. Немного будет смещаться. Хорошо. Поехали. Поднимаем. Вдох. Выдох. Выровняли. Вдох. Согнули. Выдох. Мягко укладываем. Не ровняем. Вдох. Выдох. Вдох. И выдох. Три. Медленно движемся здесь. Четыре. И последний. Пятый раз. Хорошо. Теперь правую руку уволим в сторону, на кончике пальцев. И укладываем ладонь левая через голову вверх. Выдох. 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 Возвращаемся в центр. И меняем ноги. Местами. Подследите, как у вас расположен здесь корпус. И мы начинаем, собственно, все то же. Да. Теперь нам нужно приподнимать левую стопу, натянутую на себя. И левую колень. Раз. Немного, да. Вот насколько получается. Понятно, что можно себе помогать. Но тогда работы не будет осуществляться. Есть такое понятие, как динамический стретчинг. Вот здесь немножечко отсюда. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. И десять. А теперь стопа прижата. Раз. Подняли колено и бедро. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. И десять. Хорошо. Теперь руки переводим вперед. Помним, как мы. Не спеша поднимаем сначала бедро и голи. Потом выравниваем ногу. И снова сгибаем ногу. Вдох. Подняли. Выдох. Выравнили носок на себя. Вдох. Согнули. Выдох. Уложили. Два. Три. Четыре. Четыре. И пять. Хорошо. Поставили левую руку. Уходим сначала на кончики пальцев. И с выдохом. Продавляем. Потянулись. Вытянули бок. Есть. Возвращаемся. Снова в центр. Переводим ноги вперед. Ставим колени в наши линейтазы. Приблизительно. Ладони под плечи. Не проваливаемся в плечах. В плечах все время держим спину. Вдох. Прогнулись. И выдох. Округляемся. Еще вдох. Выдох. И вдох. И выдох. И с вдохом нейтральная спина. И уводим левую ногу в сторону. Здесь постарайтесь на таз немножечко надавить. Приопустить его еще чуть вниз. С вдохом снова пытаемся прогнуться. Пальцы на левый ноги смотрят вперед. И выдох. Округляемся. И еще вдох. И вдох. И вдох. И выдох. С вдохом в центр. И поднимаемся вверх. Следующий вдох. У нас правая рука уходит на коврик. Давайте я к вам коврик повернусь. Правая рука ушла на коврик. С выдохом левую поднимаем вверх. И через голову. Так, чтобы рука и нога образовали дугу. Таз выводит немножечко вперед. За счет того, что правая ягодица напрягаем. 4, 3, 2, 1. Хорошо. Мягко. На мышцах пресса вырастаем руки мухой аты. Выдох. Наряем левой рукой вдоль колено. Правая вверх. 4, 3, 2, 1. Хорошо. Возвращаемся на место. Разворачиваемся. И снова у нас позиция стола. Теперь правая нога шагаем в сторону. И таз притопите немножечко вниз. Вдох. Прогиб. Выдох. Округляемся. Еще вдох. Выдох. И вдох. И вдох. Со вдохом нейтральное положение. 3, поднимаемся с левую руку. С левой стороны. И правой рукой образуем дугу вместе с правой ногой. Таз чуть вперед. 4, 3, 1. 4, 2, 1. Вдох. На мышцах пресса поднялись. Выдох. Уходим в вытяжение. Левый бок чувствуем. 4, 3, 2, 1. Хорошо. Возвращаемся здесь. И снова отшагываем в позицию устава. Сокращаем здесь стопы. Делаем вдох. Прогулись. Выдох. Собака. Мордой вниз. Погуляйте в собаке. Дотяните свои стопы. 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 Лопатки. Ноги старайтесь полностью выровнять. Животом стремимся к бедрам. Оттазом назад. Хорошо. Вдох. Нейтральное положение. Стоп. Выдох. Пятки. Влево. И приоттянитесь тазом назад. Вы должны почувствовать это боковое вытяжение. Есть. И возвращаемся. А теперь подшагаем вперед. К своим рукам. Скрым на спине. Вырастаем вверх. Есть. Укладываем руки на пояс. И подтягиваем к себе правое колено. Носок натянут на себя. И мы здесь держим. Находим свой баланс. Пять. Четыре. Три. Два. Один. И теперь мы будем делать в динамике третий воин. И подтягивать колено снова к груди. Здесь можно обхватить колено. Уйти в легкий прогиб. Вдох. Выдох. Руки уходят назад. Нога назад. Все тело образует одну линию. Носок на себя. Таз за колено. На мягком колене. Со вдохом возвращаемся. Подтягиваем колено. Прогиб. Выдох. Назад. Опорное колено можно оставлять. Чуть смягченным. Вдох. Выдох. Носок на себя. Таз открыт. Четыре. Выдох. И пять. Выдох. Левая ладонь. Не ладонь, а пальчики на коврик. Рукой правой помогаем себе раскрыть таз. Для того, чтобы перейти в позу половины луны. Раскрыли. Сначала таз. И правая рука вверх. Смотрим вправо. Либо вверх. Нога верхняя сильная. Пять. Четыре. Тело в одной плоскости. Три. Два. Один. Либо остаемся здесь, либо сгибаем верхнее колено. Захват за стопу. И оттягиваем от себя колено выше. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Выравниваем снова ногу. И шагаем назад. Во второго вольна. Вспоминаем. У нас здесь пятки на одной линии находятся. Но это мы уже все вроде как проходили. Хорошо. Сгибаем впереди стоящее колено. Руки одной линии. Смотрим вперед. На средний и левый палец. Четыре. Три. Два. Один. Вдох. Руки в замок. И с выдохом. Я, пожалуй, к вам развернусь. И с выдохом колено смотрит в сторону. Мы уходим в наклон. Головой стремясь к левой пятке. Левое колено раскрыто в сторону. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Один. Вернулись. Ныряем левой рукой под левое бедро. Правое зацепили сзади в замок. И раскрываем здесь грудную клетку вверх. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Хорошо. Разворачиваемся здесь в центр. Ставим правое колено на коврик. Раскладываем с коврик. Есть. Из этого положения пробую положить предплечье. Раскладываем с коврик. Молодцы. Руки ставим на коврик. Можно чуть-чуть левой стопой от шагу. Чтобы было пространство для рук. И сзади, я уже сказала, стопа у нас разложена. Подъем точнее разложена. Мы будем поднимать за счет силы мышц свое колено вверх. Не столько поднимать, сколько затягивать. Да мы уже делаем когда-то это. Упражнение. Уводим плечи немного назад с раскрытой грудной клеткой. Делаем здесь вдох. И с выдохом я давлю на подъем. И просто слегка затягиваю. Как будто бы втягиваю колено в себя. Но при этом мой таз никуда не поднимается особо. Только втягивается колено. Снова вдох внизу. Выдох. Втянули. И втянули. И фиксация у нас. Вдох вниз. Выдох. Четыре. Вдох. Выдох. На руках мне висит. Пять. Выдох. Шесть. Семь. Восемь. Девять. И десять. Наверху. Наверху. Десять. Девять. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Вернули колено. Снова предплечье. Буквально чуть-чуть здесь отдыхаем. Вдох. Вдох. Длинный выдох. Еще вдох. И длинный выдох. Со вдохом возвращаемся здесь на руки. Сокращаем заднюю стопу. И приподнимаем вверх колено. Сильно затянутая. Так, чтобы пятка толкала нас назад. Руками переходим на пояс. И очень низкий выпад. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Руки вперед. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Ставим ладошки на коврик. Остаемся на левой ладони. Левое колено подтягиваем. К животу. Правая рука вверх. Боковая планка. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Выравниваем левую ногу. Ставим на пол. С выдохом в таз вверх. Перевернутый треугольник. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Разворотываем к нареную планку. Здесь вдох. Выдох. Четуранга можно с колен. Вдох. Собака мордой вверх. Вдох. И выдох. Собака мордой вниз. Несколько вдохов-выдохов. И подшагиваем к рукам. Входим здесь на клон. Делаем вдох. С мягкими коленами выдох. Вырастаем вверх. Хорошо. Теперь подтягиваем к себе левое колено. Либо держим его в таком положении без рук, либо с руками. Хорошо здесь раскрылись. Вдох. Носок на себя. И выдох. Третий, а точнее летящий ворот. Не забывайте, что таз здесь закрыт. Вытягиваемся на мягком колене. Вдох. Вверх. Выдох. Три. Выдох. Четыре. Выдох. И пять. Выдох. Правые пальчики уводим чуть в сторону и вперед. Сначала разворачиваем таз по левому. Помогаем себе рукой. Носок на себя. Левые ноги. И левую руку поднимаем вверх. Смотрим в сторону. Либо вверх. Четыре. Три. Два. Один. Либо остаемся здесь. Либо сгибаем ногу вверх. Либо сгибаем ногу в колене. И еще коленом до раскрываемся. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Либо ногу выравниваем. И широкий шаг во втором огне. Проследите, куда вы шагнули, чтобы у нас пятки были верно расставлены. И раскрываем в сторону. Правое колено коленом над пяткой. Смотрим на средний палец правой руки. Четыре. Три. Два. Один. Руки в замок. Делаем вдох. И с выдохом уходим в наклон так, чтобы мы головой лбом стремились к правой пятке. Четыре. Три. Два. Один. Вырастаем. И теперь ныряем в правую руку. Все это время она согнута. Правой рукой нырнули. Захватились. Иду. Раскройте свою грудную клетку вверх. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Отпускаемся. Захват. И разворачиваемся вперед. Отшагываем немножечко. Возможно правой. И раскладываем левый подъем. Уложите свои плечи на коврик. Если получается. Если не получается, тогда мы просто стремимся. Уложите ладошки. Выровняйте плечи, чтобы они были на одном уровне. И просто стремитесь. Вот. Таз давим вниз хорошенько. Живот удлиняем. За макушкой тянемся вперед. И теперь ставим ладошки на коврик. Левый подъем у нас разложен. И вспоминаем, что очень мягко с фиксацией наверху мы будем втягивать колено внутрь. На руках не провисайте. Так. Должны чувствовать, что именно нога работает здесь. Если вы будете просто висеть на руках, вы не будете ничего чувствовать. Поэтому мы руками выталкиваемся, как в планке, собственно. И нигде не провисаем. С отдохом. Прираскрываем немножечко грудную клетку. И с выдохом. Натягиваем колено внутрь. Таз. Жмем вниз. Как будто сопротивление оказываем. Не хотим, чтобы колено подымалось. Вдох. Вдох. Выдох. Три. Выдох. Наверху фиксируемся. Четыре. Выдох. Пять. Выдох. Шесть. Выдох. Семь. Выдох. Восемь. Девять. И десять. Выдох. Держим наверху. Десять. Девять. Восемь. Чуть-чуть горит. Возможно. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Поставили. И снова предплечье. Голубик. Возможно. Чуть лучше уже здесь получится. Два. И один. Хорошо. Три. Поднимаемся на руках. Сокращаем заднюю стопу. И сразу за пяткой выводим ногу чуть вниз и назад. И руки переводим на пояс. Очень низкий выпад с раскрытой грудью. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Ставим ладошки. И теперь остаемся на правой ладони. Правое колено будем подтягивать к животу. Разворачиваемся в боковую плаку. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Ногу выровняли. Положили на пол. И с выдохом перевернутый треугольник. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Разворот. Вдох. 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 Четыре. Вдох. Собака. Мордой вверх. И выдох. Собака. Мордой вниз. С отдохом. Раскройте колено на узкую ширину коврика. И вытягиваемся за руками. Пр Activation. Собака. Папа. Собака. Пр lähмод. Как не подключится? Вдох. Vol owned. Всем более. Вдох. 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 Хорошо, приподнимаемся и становимся в такое положение на колене, в колене примерно на ширине таза. Мы руки пальчиками вверх укладываем себе примерно на поясницу, да, локти смотрят назад. Делаем вдох и с выдохом, подтягивая в себя ягодицы, толкаем корпус назад, оставляя его в одной линии. Со вдохом возвращаемся в центр. Выдох назад. Вдох. Выдох. Вдох. Если неудобно на подъемах, стоять, стойте на пальчиках. Выдох. Тут так, правда, сильно легко. И вдох. И выдох. Со вдохом возвращаемся. С выдохом ладони на коврик. Еще вдох прогиб, стоп сократили. Выдох. Собака мордой вниз. Теперь мы левую ногу ставим по центру, правую поднимаем вверх. Вдох. Выдох. Выдох. Согнули колено, раскрыт таз. Вдох. Колено в груди. И выдох. Укладываем правую ногу в позу головы. Здесь можно немножечко покачаться. Почувствовать свои забедренные, свои бедра. Возможно, раскрепощенные, а возможно, наоборот. Вот. Есть. Из этого положения мы не поднимаемся никак в тазу. То есть мы таз прижимаем вниз. И либо оставляем руки по сторонам и пробуем прогнуться так. У каждого свой предел. Либо заводим руки за спину в замок. И на выдохе замком скользим назад. А таз жнем хорошо вниз. И мы стоим здесь в каждой своей версии. 5, 4, 3, 2, 1. Распускаем замок. Руки ставим перед собой. Я сейчас вам снова раздражусь, чтобы было понятно, что мы делаем. Есть. Руки у нас стоят перед собой. И мы ровную ногу, которая находится сзади, будем переводить вперед-назад, вперед-назад. Все так же работая с тазоведрами, не касаясь пола. Сделали вдох. И выдох. Со вдохом нога вперед, не касаясь пола. И выдох, не касаясь пола назад. И нам нужно будет таз до развернуть в центр, как бы прижать себя, да? Снова вдох. Выдох. Вдох. Выдох. 4. Выдох. И еще разочек вперед. И мы здесь держим ногу на весу. Руки переводим также вперед. 5, 4. Молодцы. 3, 2, 1. Правой рукой захватываем себя в зад. Внешнюю сторону левой стопы. Левую руку уводим назад. И выравниваем здесь правую ногу. Смотрим назад. С ровной спиной. 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо. Засерну. Что за звуки? Мы ногу здесь вернули. И я перешагаю теперь правой ногой свою левую. Ставлю правую руку назад. Левая вдох вверх. Выдох. Скрутим в правую сторону. Смотрю за правое плечо. С длинной спиной. С опущенными плечами. 4, 3, 2, 1. Хорошо. Возвращаемся в центр. И разворачиваемся в положение лежа. Ладошки ставим ближе к ребрам. Ближе к себе. Стопы вместе. И с отдохом подталкиваемся вверх. У каждого свой уровень. Главное, не забудьте сделать круговое движение в плечах. 2, 4, 3, 2, 1. На коленях. Через столбик в собаку мордой вниз. И ставим правую ногу по центру. Левую поднимаем. Ближе вдох. Выдох. Сгибая колено. Смотрим влево. Раскрываем таз. Вдох. Колено. На груди. Выдох. Голубь на левую ногу. Когда мы делаем голубь, и у нас еще сокращена задняя стопа, вы прям напрягите хорошо здесь заднее колено. И еще, может быть, прошагните назад, пока у вас еще стопа в таком положении находится. Чтобы вы смогли разложить себя здесь еще сильнее. И проверьте. Пятка смотрит вверх. Покачайтесь, может быть, немножечко со стороны. В сторону. Хорошо. И все так же. Либо уводим ноги назад, либо руки просто по сторонам. Раскрываем грудную клетку. На выдохе это делаем. Выдох. Таз жмем вниз. Пять. Четыре стороны. Сверстие лопатки. Три. Два. Один. Молодцы. Разворачиваем руки снова в исходное положение. И поехала у нас задняя нога работать. Со вдох. Вперед. Не касаясь пола. Выдох. Назад. И приедали здесь таз. Вдох. Вперед. Выдох. 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 Старайтесь ногами сгибать. Три. Выдох. Четыре. Выдох. Пять. Выдох. И вперед. И держим здесь. Пять. Четыре. Носок на себя. Три. Два. Один. Левой рукой захватили за внешнюю сторону правой стопы. Правая рука будет уходить назад. И выравниваем ногу. Смотрим назад. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Мягенько возвращаемся. Выравниваем правую ногу. Левой перешагнули. Левая рука уходит назад. Правая вверх. С выдохом скрут. Смотрим за левое плечо. Три. Два. И один. Возвращаемся снова. Возвращаемся в центр. Ноги перед собой. Носки на себя. Вдох вверх. Выдох на клон. Увидите плечи от себя здесь. Молодцы. А теперь. Орик. Вот, как раз ездился. А теперь мы раскроем ноги здесь. Чуть пошире, но не очень широко, да? Вы не должны испытывать никакой боли. Носки натянуты на себя. Руками помогите себе. И немножечко наклоните себя вперед. То есть ягодицы подъедут немножечко назад. И вы как бы уйдете тазом в такой передний наклон. Угу. Угу. Выряните спину. И с выдохом уходим в наклон, который сейчас доступен. Проверьте, как ведут себя ваши пальцы. Они должны смотреть на ногах, да? Они должны смотреть четко в потолок. Плечи на одном уровне. Увидите их также назад. И прям напрягите ноги. Почувствуйте, как вы хотите под коленным пространством коснуться пола, если вдруг эта задача пока еще недоступна, да? То есть вы напрягаете здесь ноги. Не расслабляйте. Если у вас предплечья не лежат, ничего страшного. Пусть это будет такой вариант. Может, у кого-то совсем такой вариант. Работа все равно идет, да? То есть все очень постепенно. Кому-то даны прогибы, кому-то даны шпагаты. Мы ни за чем не боремся и ни с кем себя, главное, не сравниваем. Теперь со вдохом попробуйте захватить большие пальцы. Если нет, тогда голени. Угу. И еще следующий вдох. Плечи. Прям кругом толкните назад. А подбородком потянитесь вперед. Пять. Четыре. Может быть, согнут локти, но пальцами сводите на ногах. Три. Два. Один. Молодцы. Пошагали к правой ноге. И сначала животом выкрутите себя хорошо вправо, чтобы вы животом легли прямо на центр бедра. Захватите себя за стопу, либо за голень, куда достали. Четыре. Три. Два. Один. Плечи только не надевайте себе на уши. Все это толкаем назад. Спина очень длинная. Отлично. Теперь мы правую руку переводим назад за спину. Стопы скручиваем, точнее поворачиваем в правую сторону. И на сильной правой руке на выдохе поднимаем таз вверх. И правую руку помогаем себе до раскрытия группа. Также на сильной руке микросгиб локти. Опускаемся. Вдох. Пальцы. Выдох. Пальцы вправо. Поднялись. Еще вдох. И вдох. Вдох. Ребра приподнять. И ближе к колену направить. Четыре. Три. Два. Один. Хорошо. Возвращаемся здесь на место. Левую руку ставим. Не ставьте ракурсивно далеко от себя. Будет очень в плече вам тяжело подниматься. То есть рука ближе к себе. И работайте. Обращайте внимание на локоть. Он должен быть немножечко присохнут. Чтобы вы мышцы от себя поднимали, а не выталкиваниями просто. И роняли так же за счет того, что вы в плечо здесь проваливаетесь. Мы все время выталкиваемся. И даже когда садимся обратно, мы все равно это делаем на длинной. Тут руки, шеи. И вот здесь у нас все разглажено. Теперь стопы будут смещаться в левую сторону. Не смещаться, а разворачиваться. Хорошо. Со вдохом. Развернули стопы. Выдох. Подняли себя вверх. И грудь так же. Мы стараемся в потолок поднять. Сильная правая рука. Вдох. Выдох. И вдох. И вдох. Хорошо. Вдох. Вернулись. И выдох. Стопы. Складываем вместе. Помахали бабочкой. Не сильно. Без резких движений каких-либо. Вдох. Отлично, здесь мы останавливаемся и переходим к позе лягушки. Раскрываем по шинке колени, руки ставим на предплечье, пальцы смотрите на ногах так, как вам удобно, вам не должно быть горло. Я люблю, например, большие пальцы, пусть даже если не соединять, то хотя бы сводить их друг к другу. Некоторые любят раскрывать стопы вот так вот в сторону. Следите, главное, чтобы не было вам больно, потому что у каждого свое раскрытие в дозу, у каждого свои колени. Если мы будем сейчас выворачивать все суставы в разные стороны, ничего хорошего не получится. То есть вам здесь должно быть комфортно, единственный акцент, это на ваши тазобедренные суставы, да? Вот на них и сосредоточьтесь, а как у вас там стоят стопы, никого не интересует. Покачиваемся вперед-назад, чтобы вы прочувствовали тазобедренные, не делать каких-то резких здесь движений, да? Комфортная, комфортная амплитуда, у каждого она своя. Главное так же здесь, спина у нас ровная. Даже хоть мы стоим на предплечьях, но мы все время выталкиваемся. То есть должно быть такое ровное со всех сторон красивое тело, красивое зрелище. Отлично. А теперь мы приподнимаемся. И где у вас там находятся стопы, да? Сейчас они должны все-таки оказаться на подъемах. То есть если они у вас были развернуты в эти стороны, заверните их все-таки более внутрь. И мы захватываем свои пятки, делаем вдох. И с выдохом напрягаем ягодицы. Выводим таз вперед, а лопатки сводим. Смотрим вверх. С отдохом, такими же напряженными ягодицами мы опускаемся полностью вниз. Там где мы были. И с выдохом снова напрягаем ягодицы вперед. Вдох. Все делаем очень медленно. Выдох. Четыре. Выдох. И пять. Выдох. Напрягаем сильно ягодицы. Четыре. Три. Два. Один. Возвращаемся. Помогай себе руками. Соединяем хорошо здесь наши бедра. И стараемся пошире. Стопы направляем параллельно к друг другу. Кладываем перед собой. Посмотрели в первый вдох. Выдох. Захватываем большие пальцы. Локти в сторону. Макушка в пол. Расслабьте полностью шеи. Может кому-то надо шире стать. Кому-то может быть туже. Смотрите, как вам удобно. Вдох. Пошагали в правой ноге. Захват с внешней стороны. Бежали с бедра. Пять. Плечи назад. Четыре. Три. Два. Один. Левый локоть в пол. Выдох. Правая рука вверх. В пол. Не обязательно помним. Мы можем оставаться на ровной нижней руке. Три, два, один. Вернулись, пошагали к левой, пришивались. Четыре, три, два, один. Локоть либо в пол, либо ровный. Выдох, левая рука вверх. Четыре, три, два, один. Возвращаемся на ровную. И теперь немножечко сходимся на ровную внутрь. Разворачиваем стоп под углом 45 градусов. Сейчас посмотрите, как вам будет удобно, а пока сделайте так. И мы садимся в мою нелюбимую позу богини. А что делать? Оп. Хорошо. Сели, пониже. Следим, чтобы колени не заворачивались внутрь. Все пальцы внутри, большие наружи. Вдох, ровная спина. Выдох, левым плечом ныряем вниз. Смотрим за правым плечом. Вдох, центр. Выдох, в другую сторону. И еще вдох, таз не поднимаем. Выдох. И вдох. И вдох. Вдох, вверх. И теперь здесь можно, в принципе, руки перевести на пояс. Мы поднимаем левую пяточку. Ставим правую, ставим еще лево, правую. А колени в стороны лево, право. И лево, и право. А теперь обе. И ставим здесь пять, четыре, три, два, один. Старые пятки. Выравниваем ноги. Столк параллельно. Локтевый замок. Локтевый замок. И лыжо. И лыжо. И лыжо. Надеюсь, мы почувствовали немного ноги сегодня. Так было задумано, по крайней мере. Хорошо. Садимся на кулык. Правая колена уводим в сторону. И поднимаем. Руки вверх. Чадоша-шасана. Выдох. Уходим в наклон. Если хорошо здесь уходите в наклон с плечами в одну линию, вы должны натяжение в пояснице почувствовать. Натяжение, потому что происходит вытяжение. Соответственно, еще здесь немного наслаждаемся. Хорошо. Мягенько возвращаемся. И все тоже. Теперь с левой ногой уходим в наклон. Лечи на одном уровне. Поясница выталкиваем в живот. Но при этом живот в себя. Лечи на том, что мы садимся на начало коврика. И ложимся. Руки вводим назад. Ладошки смотрят вверх. Ноги поднимаем вверх. Стопы тоже смотрят вверх. Ноги напряженные. И поясница касается пола. Поясница и, собственно, копчик тоже. Делаем здесь вдох. И с выдохом. Вводим ноги назад. Коснулись пола. Либо не коснулись. Просто прокатываем свою спину. С выдохом. Очень мягко. Не роняя себя. До касания. Копчиком. Дыхание смотрите, как вам удобно. Я вам говорю, как делаю я. А вам может быть удобно в другом. Еще два раза. Дыхание. Дыхание. И остаемся здесь. Одна из вариаций плуга. Только у нас руки направлены за голову. Обычно они у нас вдоль тела. Просто немного здесь расслабляемся. И не спеша возвращаемся до касания копчика. Ноги раскрываем в сторону. Накрываем стопы ладонями. Счастливый ребенок. Давим хорошо на свои стопы. Колени управляем в пол. Сильно высоко не поднимайте здесь свою поясницу. И теперь прижимаем к себе уже колени вместе с ноженами. Дыхание. 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 И качнитесь вперед. И укладываемся в шау-масану. Сделайте глубокий вдох. И с выдохом отпустите все напряжение. Почувствуйте, как расслабляется ваша стоп. Голень. Колени. Педра. И мышцы ягодиц. Расслабляются пальцы на руках. Запястье. Предплечье. Локти. И плечи. Мышцы живота расслаблены, грудная клетка расслаблена, расслабляются все мышцы спины, шеи, затылок и вся голова. Расслабьте мышцы лица, точку между правилами, уголки глаз и уголки губ. Все ваше тело полностью расслаблено. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И на выдохе пошевелите пальчиками на руках и на ногах. Перевернитесь на правую ногу. Субтитры создавал DimaTorzok И не спеша садимся в любую удобную позу с ровной спиной, глаза прикрыты. Мысленно поблагодарите себя за практику. Субтитры создавал DimaTorzok Хорошо оттягиваемся здесь и выдох. Намасте перед ручкой. Открываем глаза. Всем намасте. Благодарю вас за практику.